Это надо начать с Россией. Я считаю, что в самом деле первый приоритет – это комиссия правды, чтобы начать процесс восстановления исторической правды не только для коммунистического периода, но и для посткоммунистического периода, потому что у нас целая серия новых преступлений. Кто войдет в эту комиссию правды, ты уже догадываешься, да? Те же самые люди, которые нам сегодня говорят, не говорите про Чечню. Чеченский народ перенес геноцид, две войны. И его, кроме этого, оболгали. На него сейчас навешан ярлык террориста. И с этим все согласились. И путинская Россия, и либеральная, так называемая, Россия, и люди на Западе. У нас есть несколько возможностей, даже в нынешней ситуации. Правда, не реализованы, но сейчас есть довольно большая русская диаспора. Люди, которые живут уже в свободных условиях, которые более, но все-таки имеют связь. Конечно, они имеют. Они имеют семьи, они имеют друзья, с кем они сохраняют контакт. Почти все так имеют. Есть, правда, немного, но есть на Западе люди, не русские, не грузинские, не чеченские, но все-таки в западных странах, которые понимают, что там творится. Поэтому есть какая-то возможность и плюс, и все, что я делаю, между прочим, это с идеей, что это может стать часть такого проекта восстановления правды. Тебе за это огромное спасибо. Ты же видишь, мы за тебя хватаемся, как за соломинку. Потому что мы в этом море сопротивления правде и какой-то ложной вот этой истории, мы уже начинаем такое испытывать отчаяние. Потому что мне прямо говорят люди, вот эти самые авторитеты, либеральное мнение, что я, если я буду говорить о Чечне, я буду маргиналом. Но Чечне – это такой вопрос, который нельзя игнорировать. И самый главный момент, конечно, самый главный – это все-таки срывы домов. Когда стало очевидно, что Елтин теряет власть и он не может назначать никого, чтобы защитить себя и его семьи, что они начали готовить план, чтобы обеспечивать, что никакой по-настоящему выбор будет иметь место, будет происходить. И с помощью терроризма они организовали взрывы домов, который шокировал население и в состоянии шока. Население стало в полном манипулировании с результатом, что Путин, который сам собой ничего особо не представляет, стал таким народным, как я говорил, народным героем, спасителем Отечества. И он стал президентом. Начал, возобновил войну в Чечне особо жестоко. И в конце концов наш создал антикотировский режим. Можешь еще раз сказать, а ты уже много раз говорил на разных программах, привести факты, как ты вчера сказал, что русские журналисты, и мы в том числе, не страдаем вот этой болезнью говорить эмоционально, а не говорить только фактами. Вот можешь еще раз перечислить факты, которые говорят о том, что именно ФСБ взрывало дома в 99-м году? Ну, есть много чего о том. Но самый выпающий это был инцидент в Рязани и высказывание Геннадия Сорезнева. В Рязани обнаруживали бомбу в подвале жилого здания и чудом избегали новый взрыв, который унес не меньше, чем 400, и может быть 800 жизней. И те, которые поместили бомбу, они оказались агентами КГБ, а ФСБ, они были арестованы. И они сказали, это Патрушев, который глав ФСБ сказал, что это было учение, но никакое учение это не мог быть, потому что в случае учения все местные власты были бы информированы заранее, и это не было. И детонатор был живой, и материал, который был использован бомбой, был гексаген, который был использован в предыдущих взрывах. Поэтому это очевидно была попытка взорвать еще одно здание. Значит, что все здания были взорваны в КГБ. И плюс Соложнев в Думе в 13 сентября объявил, что взорвали дом в Волгодонске. Ну, взорвали, но только с 16-го. Это невозможно заняться ранее, если бы не был заговор. Поэтому здесь особое сомнение нет. Там же еще была история с Жириновским? Ну, Жириновский, это тогда он был достаточно недисциплинированный, чтобы об этом глаголствовать. Но потом он старался найти какое-то абсурдное объяснение за это. Сказал ему, что он сказал не то, что ему надо сказать и все. Скажи, пожалуйста, вот почему или что надо сделать, чтобы противники Путина сейчас, которые существуют и, как ты говоришь, в эмиграции и внутри России, что надо сделать, чтобы они признали вот эту преемственную связь между Ельцином и Путиным? И почему они пытаются все время разрезать? Это самооправдание в многих случаях. Частично понятно. Ельцин был объект их надежд. Все-таки. и энтузиазм. Люди не хотят признать, что они ошиблись и что все пошло не туда. И это, ну, у некоторых это легче, у некоторых это труднее. Поэтому можно просто на человеческом уровне просто понимать, что это не так легко. И если ты не хочешь видеть факты, не хочешь просто изъять нужные и очевидные выводы, вы обычно это не делаете. И наоборот, вы сопровождаете. Но я думаю все-таки, что люди сознательно или подсознательно, многие из них это уже понимают, и это будет больше и больше. И Ельцин, он был, если говорить о Чечне, он был ответственен за ужасные преступления. Бомбежка Грозного в январе-феврале 95-го года это было, ну, что-то это просто уничтожение мирных жителей. Что ты можешь сказать этим людям, которые по-прежнему устойчиво и настойчиво стоят на том, что они были правы тогда? Я думаю, время покажет, потому что есть люди, которые, как говорил один из моих русских друзей, умирают глупым. Они никогда, они никогда не будут признать ошибок. Между прочим, в нацистской Германии были таких, естественно, не большинство, но какие-то, которые сказали, что, ну, были какие-то эксцессы, идеи были хорошие, ну, такие. Или люди искали, или даже в Советском Союзе сказали, что, ну, Сталин был плохой, но Ленин был все-таки хороший. Ну, это, мы видим, это, это повторяется все время у людей. Наша задача в этой ситуации, это просто для тех, которые готовы слушать, довести правду в надежду, что все-таки силу правды и само собой будет наш союзной. Я думаю, что это абсолютно оправданно говорить о событиях октября 1993 года как определяющих для новой России. После этого институты, которые нужны для демократии, уже не существуют. Это самый 93-й год, это был терроризм против собственного народа, потому что и парламент стоял на сторону, фактически, закон. И нарушил закон, это Елцин и его антураж. У Елцин был вкус в крови, и все его реформы были оплачены в крови. И, фактически, после этого он устранил Конституцию и сделал новую Конституцию практически под собственной диктовкой. И эта новая Конституция фактически не была закона принята. Здесь довольно много информации, которая подтверждает, что результаты были фальсифицированы. Но все равно это осталось основной закон, так называемой Русской Федерации, и трудно это менять. Хотя легче просто начаться с началом, просто с нулем. Один из фундаментальных принципов любой демократии – это раздаление властей. Должен быть исполнительной власти, естественно. Но исполнительная власть должна быть под контролем законодательной власти и судебной власти. Как результат 1993 года, законодательная власть была упреждена, и в ситуации, где исполнительная власть оперировала без всякого контроля, и назначал судей, и судебная власть тоже перестала функционировать. Скажи, пожалуйста, вот такое решение вопроса, оно вообще в принципе имеет аналоги в мире? Ты знаешь еще страны, в которых вот так было, в демократические страны я имею в виду, я не имею в виду не демократические страны, в демократические страны, в которых так был решен вопрос с властью? Ну, это с большим рядом, когда одна группа просто репрессирует другого, это упразднение законодательной власти, это случилось в других странах бывшего Советского Союза. Но они были уже демократические страны? Я говорю про демократические. В нормальном смысле слова в 1993 году Россия не была в полном смысле демократическая страна, потому что не было верховенства закона, и страна была страшно коррумпирована. В самом деле эта демократия кончилась окончательно как результат этих октябрьских событий, но это была страна, которая была в процессе перехода от авторитарной социалистической системы, и все-таки самый главный институт демократии был очень слабый, и из-за этого, конечно, самое главное сознание, сознание людей не было демократическое, и даже среди тех, которые называли себя демократами, они многое заимствовали от советской идеологии, и старались как-то навязывать экономические реформы, не считая результатов этих реформ для обычных людей, которые были доведены до такого уровня бедности, что сопротивление в парламенте было неизбежно. Ну, это же нормально, когда органы власти или ветви власти спорят о нормальной стране. В нормальной ситуации этот период длилось два года в новой, так называемой новой демократической России, два года. И потом Елцин едва это терпел, и потом он покончил с сопротивлением. Он был готов это делать раньше, когда было голосование по поводу его импичмента. И раз импичмент провалился, они не действовали по плану, чтобы отпустить там газ, отравительный газ в здание парламента. Но это все было готово, они все готовы, Коржаков об этом писал, все было готово, но наконец они решили, что слушать депутатам больше не будут, и они будут покончить с сопротивлением. Но это отсутствие уважения к закону, это было от самого начала. И это был, между прочим, предпосылок для реформов, потому что все, самый главный был раздать собственность, взять собственность из рук государства и дать собственность частным лицам. не важно, если они уголовники и коррумпированных людей, а самое главное, чтобы раздать, и раздать в минимальном сроке, без всякого контроля. Поэтому это несовместимо с системой, которые они думали, что закон может только умедлить процесс. И поэтому, когда мы говорим о демократии в России, в кратком периоде, два года, было раздаление властей, но не было верховенства закона. И самое главное, не был демократический менталитет или менталитет цивилизованных людей, которые понимают важность управления обществом законами. И в 93-м году, в октябре 93-м году, случилось неизбежно. Те, которые имели сил, они упразднили тех, которые эту силу не имели. И установили авторитарную систему, которая существует до сих пор. В случае Чечни, потому что все-таки мы должны иметь в виду, я сейчас занимаюсь этим историческим периодом, что все время условия менялись. Активность, политическая активность в России был резкий спад политической активности в России. И ощущение просто безвыходности, который был результат действия Елцина, конечно. потому что все думали, раз он чисто, и это хорошо нарушит Конституцию, упразднить парламент, и напасть на парламент с танками, значит, что любой может делать все, что хочет. Как можно говорить о законе, если гарант закона ведет себя без закона? И потом экономическая ситуация стала хуже и хуже, и для многих людей это была просто борьба за выживание. И средства страны были украдены перед глазами всех. В этой ситуации люди могли, безусловно, быть против чего, что случилось в Чечне. И плюс, между прочим, было немало дезинформации по поводу Чечни и что там творится в самом деле. И похищение людей, ну, взяли заложников, которые в условиях, которые наверняка были задействованы ФСБ, или тогда это было ФСБ. Но я думаю, люди уже, они были недочечны, большинство тех, и многие из них тоже были компрометированы их прежней поддержкой Йолцина. И не хотят, ну, он начинает вести себя как развязанный хулиган, ну, в смысле, в отношении маленькому народу. Поэтому в каждой ситуации причины разные. И они исходят от много факторов, не один, не только один. Но сейчас я скажу, я всегда сказал так, что путь к восстановлению от какой-то приличия в России и в странах, которые страдают от русской агрессии. Это все-таки историческая правда. потому что это создает базу для новой политической системы и снимает напряженность, и уменьшает возможность репрессий. Потому что все-таки, в конце концов, если будет массовая демонстрация против Путин и его соратники, они будут зависимы от готовности полиции и армии расправиться с демонстрантами. И если эти силы будут достаточно информированы, если общество будет достаточно информировано, его репрессивные возможности будут меньше.